Добрый день, НРБК, региональные новости. Мы вещаем из отеля Шаратон-Плаза в студии Маргариты Гафарова. Глава Башкортостана принял участие в стратегической сессии по пространственному развитию страны. Мероприятие провел председатель правительства Михаил Мишустин. Речь шла о комплексной программе устойчивого и сбалансированного развития. Она направлена на сокращение отличий регионов по уровню доходов и качеству жизни, ускорение экономического роста, а также обеспечение национальной безопасности. Как отметил Мишустин, особое внимание этому вопросу уделил президент во время послания Федеральному собранию. Он призвал повысить инфраструктурные возможности субъектов в промышленности, транспорте и энергетике. Так Владимир Путин поручил увеличить объем инфраструктурных бюджетных кредитов и списать значительную часть долгов регионов. Сэкономленные деньги власти на местах могли бы направить на строительство новых объектов. В ситуации внешних ограничений по поручению главы государства правительство разработало и реализовало целый комплекс мер. Они позволили поддержать экономику, чтобы она не просто устояла, а адаптировалась и продолжала движение вперед. Такие результаты и определили новые возможности для пространственного развития России. В первую очередь в промышленности отечественные предприятия сегодня занимают после ухода зарубежных компаний освободившиеся ниши, увеличивают производственные мощности, организуют выпуск собственной продукции, тем самым выстраиваются технологические цепочки внутри страны и, что очень важно, загружаются смежные отрасли. Кроме того, Мишустин заявил о необходимости создать в регионах так называемые центры роста с учетом имеющегося потенциала сельскохозяйственного, промышленного, логистического, а также обеспечить приток инвестиций, увеличить числа рабочих мест. Все поручения правительства будут учтены в формируемой стратегии развития Башкортостана до 2030 года, сказал Радий Хабиров. На 18% увеличилось число жалоб жителей Башкортостана в прошлом году на действия финансовых управляющих. По ним провели 640 административных расследований. Об этом сообщили участники пресс-конференции по проблеме банкротства граждан. По словам специалистов, одна из основных претензий – непредоставление положенного по закону прожиточного минимума, отчетности по, к примеру, продаже имущества и погашению долгов, затягивание сроков процедуры. Башкортостан находится на пятом месте в стране по числу банкротов, признанных таковыми вне суда, и на девятом по судебным банкротствам. По итогам прошлого года в Башкортостане завершили 12 613 судебных дел и 380 внесудебных. Прирост по сравнению с 2022 составляет 14,92% соответственно. Очень высокий уровень долговой нагрузки именно для жителей Республики Башкортостан. И если сравнивать этот уровень долговой нагрузки со средним по России, мы превышаем этот уровень. И учитывая, что мы превышаем этот уровень, то есть у нас берется кредитов больше, но это показатель, который определяет отношение выданных кредитов к доходам заемщиков. По данным Центробанка, 57% экономически активного населения страны имеют займы и кредиты, при этом 20% россиян имеют просроченные кредиты. В последние годы растет число граждан, которые прибегли к услугам микрофинансовых организаций. В большинстве случаев должниками являются женщины в возрасте от 30 до 45 лет, у которых нет работы и дохода, но могут быть на иждивение несовершеннолетние дети. На территории опережающего развития Нефтекамск появился новый резидент. Им стало мультимодальное предприятие, которое готово инвестировать 125 миллионов рублей в создание нового чулочно-носочного производства полного цикла. В Минэкономразвитии Башкортостана отметили, что его запуск позволит обеспечить запросы потребителей и заказчиков. Инвестор планирует реализовать проект до 2030 года и создать 35 рабочих мест. Компания запустит производство уже в этом году. После выхода на проектную мощность объем отгружаемой продукции достигнет почти 3 миллионов пар изделий от детского до взрослого размерного ряда. Для предприятий-резидентов территории опережающего развития действуют льготы по налогу на прибыль. Полностью обновляется федеральная часть, региональная в течение первых пяти лет составляет 5%, в последующие 5 лет – 10%. Действует пониженный коэффициент при применении налога на добычу полезных ископаемых и ряд других преференций. 1 миллиард 360 миллионов рублей льготных кредитов получили предприниматели туротрасли Республики в прошлом году. Это более чем вдвое больше, чем годом ранее, отметили в правительстве. Кроме того, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» привлечен рекордный объем господдержки на развитие инфраструктуры – 1,5 миллиарда рублей. Общая сумма инвестиционных проектов составила 3,6 миллиарда рублей, 2 миллиарда из которых – собственные средства инвесторов. Учитывая рост турпотока, а за прошлый год он увеличился на 14%, инфраструктуру необходимо развивать ускоренными темпами, подчеркнул премьер-министр Андрей Назаров. Это касается не только номерного фонда, но и придорожного сервиса гастрономического направления. В инфраструктурную часть мы привлекли федеральное финансирование в рамках единых субсидий. Будут направлены на многие направления в плане оборудования, инфраструктуры, благоустройства. Это будет очень большое подсборье для наших предпринимателей в сфере туризма. В прошлом году грантами на общую сумму 342 миллиона рублей поддержали 92 проекта. Благодаря этим средствам в республике обустроили 23 пляжа, в 25 кемпингах создали 146 новых мест размещения, реализовали 5 проектов, направленных на создание и развитие доступной туристической среды для лиц с ОВЗ и другие инициативы. Разваленные в Ахмянинской бане в Уфе продали за 11 миллионов рублей. Объект культурного наследия ушел с торгов с третьей попытки. Покупателем стал предприниматель Антон Чебрикин из Нижнего Новгорода. Он действовал в интересах директора московской компании «Сатурн» Алексея Костерина. Новый владелец несет обязательства по соблюдению ограничений и требований закона о памятниках истории и культуры. Эксперты назвали цену на объект нереально завышенной, но не исключали, что в будущем разваленные бани могут снять с государственной охраны и снести, к примеру, под застройку. Каменное здание было построено в конце 19 века купцом Алексеем Гневышевым. В Ахмянинской бане стала по фамилии его дочери, вышедшей замуж и получившей ее в качестве приданного. Долгое время баня считалась одной из лучших в городе. Она работала до 2007 года. В завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, юан и доллар подросли. Евро сдал позиции. Китайская валюта подорожала на 2 копейки до 12 рублей 77 копеек. Американская на 24 копейки до 92 рублей 22 копеек. Евро минсует 14 копеек. Курс 110. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка юань в банке Акбар за 13 рублей 17 копеек. Продажа в Солидбанке за 13 рублей ровно. Наиболее выгодное предложение по покупке доллара в банке Финам за 94 рубля 6 копеек. По продаже в промсвязь банке за 95,40. По покупке евро в промсвязь банке за 102 рубля 67 копеек. Продажа в банке Финам за 104 рубля 49 копеек. У меня все к этому часу. Оставайтесь на руках. Продолжение следует.